Спокойствие на Салдинских дорогах инспекторам ГИБДД только снится. Тем не менее, своей работой в 2015 году они удовлетворены. Ведь силами службы выявлено и пресечено более 30 тысяч нарушений правил дорожного движения. В основном упор делался на выявлении грубых нарушений правил дорожного движения. Таких как скоростной режим, превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения. Ну и самым, так сказать, камнем претновения является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что мы допустили некоторое снижение в 2015 году выявления данного вида административных правонарушений, то есть в идеальных цифрах мы снизили выявляемость на 70 человек. То есть если в 2014 году мы выявили 470 водителей, управляющих в состоянии опьянения, то в 2015 году было выявлено 396. По мнению инспекции, состояние дорог этой зимой как в Нижней, так и в Верхней Салде не самое лучшее. Поэтому приходится не скупиться на предписания. Их на оба городских округа за зимние месяцы выписано 155. За невыполнение предписаний, то есть за ненадлежащий контроль по содержанию уличной дорожной сети составлено 48 административных протоколов. Из них 7 в отношении юридических лиц. Это в основном у нас администрации муниципалитетов обоих и предприятия, которые были ими наняты для выполнения той или иной работы. В основном это очистка уличной дорожной сети. Говоря о сумме собранных штрафов, Андрей Буньков отметил сознательность водителей, 75% из которых исправно платят штрафы. Такой процент собираемости был только в 90-х, когда у водителей до момента оплаты изымали права. Всего наложено сотрудниками ГИБДД за 2015 год штрафных санкций 21 493 900 рублей. Из них взыскано 16 65 800 рублей. Взыскаемость составляет 75%. Это достаточно хорошая цифра. Мы на фоне области смотримся очень достойно по взыскаемости. Начиная с июля 2015 года законодательство стало еще жестче к пьяным водителям. Если человек повторно сел пьяным за руль, ему грозит реальный срок. За полгода таких нарушителей на салдинских дорогах остановили 30. Одного реально осудили на 8 месяцев колонии строгого режима и изъяли машину в пользу государства. Предупреждают автовладельцев и о том, что совсем скоро инспекторы будут нести службу не только на обочинах, но и вливаясь в поток машин на незаметных служебных авто без цветографических схем. Приказом 186 Министерства внутренних дел Российской Федерации разрешается несение дорожно-патрульной службы на автомобилях, не имеющих цветографическую окраску, в соответствии с коэффициентом их использования. С учетом того, что у нас на сегодняшний день 17 автомобилей на балансе отдельной роты дорожно-патрульной службы, по самым даже скромным подсчетам мы таких автомобилей можем иметь не менее трех. У нас на сегодняшний день их две. Что это за автомобили, а также почему приостановлена сдача экзаменов на получение водительского удостоверения, вы узнаете из следующего номера корпоративной газеты «Новатор».